Танк 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 Т-72 «Урал» в фильме «Оружие». В середине 60-х годов основой парка советской бронетанковой техники были средние машины одного семейства Т-54, Т-55, Т-62. Они были хорошо отработаны конструктивно и освоены промышленностью, которая выпускала их в массовых количествах. Эксплуатация в войсках также не вызывала нареканий. Эти танки были вполне ремонтопригодны в полевых условиях и опасными частями. По своим тактико-техническим характеристикам, огневой мощи, защищенности, проходимости, бронированная гусеничной машиной семейства «55» не уступали средним танкам стран НАТО. Имелся еще один важный фактор повышения боеспособности бронетанковых частей и соединений. Можно было использовать единые, устоявшиеся методики подготовки и обучения экипажей. Одним словом, на вооружении советской армии были танки не хуже, чем у потенциального противника. Но и не лучше. В 1960 году американские бронетанковые войска стали получать М-60. Это был танк, по классификации уже относящийся к основным. При боевой массе 46 тонн, М-60 вооружался 105-мм нарезной пушкой с высокими характеристиками. Система управления огнем включала баллистический вычислитель и прицел-дальномер. Британская армия получила средний танк «Центурион» новой модификацией. Он был вооружен такой же 105-мм пушкой, что и М-60. Подкалиберные снаряды этого орудия гарантированно поражали лобовую и башенную броню всех советских танков. С этого момента отечественная бронетехника стала превосходить натовские машины лишь количественно. Танк Т-64, принятый на вооружение в 1967 году, должен был вернуть советскому танкостроению утраченное лидерство. Казалось, для этого машина имеет все. Революционное новшество конструкции, мощное вооружение, хорошую броневую защиту, современную систему управления огнем. Советское военно-политическое руководство, ознакомившись с характеристиками Т-64, без преувеличения впало в эйфорию. Вот он, наш чудо-танк, достойный ответ НАТО. Не дожидаясь отзывов из воинских частей, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение перевооружить все бронетанковые части советской армии Т-64-ками, для чего организовать поточное производство этих машин. Мощности Харьковского завода имени Малышева для этого было явно недостаточно. В августе 1967 года к выполнению амбициозной программы привлекли Нижнетагильский Уралвагонзавод. Его производственная база позволяла выпускать тысячу танков в месяц. Коллектив завода начал подготовку к перестройке конвейера. Однако на этом пути возникли серьезные проблемы. В первую очередь они касались моторно-трансмиссионной группы Т-64. Двухтактный оппозитный дизель, который был установлен на этом танке, оказался очень ненадежным, капризным и сложным в эксплуатации. К тому же его производство было очень дорогим и требовало развитых технологий. Конструкторы Уралвагонзавода подробно изучили силовую установку 64-ки. Их выводы были неутешительны. Доводка двигателя потребует нескольких лет. Массовый выпуск срывался. Поэтому нижнетагильцы предложили собственный компромиссный вариант решения проблемы. Выпускать танк, который является вариантом Т-64, но оснащен старым, надежным, V-образным дизелем В-45. Этот двигатель представлял собой модернизированный вариант знаменитого V-2, который устанавливался еще на танках Великой Отечественной. Таким образом удалось добиться существенного снижения зарплатного производства. Развернулись работы и по другим элементам конструкции. Ходовой части, башни, прибором управления огнем. Уральские конструкторы видели просчеты, допущенные при создании Т-64. И разработали концепцию создания основного боевого танка, базирующегося на собственных опробированных технических решениях. Руководил инженерным коллективом Валерий Венедиктов. Венедиктов Валерий Николаевич, талантливый разработчик бронетехники, герой социалистического труда, лауреат государственной премии, генерал-майор-инженер. Годы жизни 1924-1995. Окончил Академию бронетанковых и механизированных войск. С 1969 по 1987 годы возглавлял конструкторское бюро Уралвагонзавода. Трудился над разработками 120 образцов бронетехники, в том числе истребителя танков ИТ-1, танков Т-62, Т-72, Т-90. Сложную ходовую часть упростили и упрочнили. Механизм заряжания спроектировали заново. В результате, после внедрения собственных инженерных решений, у нижнетагильцев получился новый танк. От харьковского прототипа осталось лишь внешнее сходство. Опытную партию из 10 Т-72 собрали буквально вручную. Затем, на протяжении многих месяцев, танк проходил испытания во всех климатических условиях. От пустынь Средней Азии до заснеженной тундры Крайнего Севера. Машина продемонстрировала высокую надежность, практичность и получила признание военных. В 1973 году она была принята на вооружение, получив кроме обычного индекса имя собственное – Урал. Т-72, Урал. Основной боевой танк. Боевая масса – 44,5 тонны. Длина – 9,5 метров. Ширина – 3,5 метра. Двигатель – многотопливный дизельный, мощностью 780 лошадиных сил. Скорость – до 60 км в час. Вооружение – гладкоствольная пушка калибра 125 мм, один пулемет калибра 7,62 мм, один пулемет калибра 12,7 мм. Экипаж – 3 человека. Т-72 имеет низкий силуэт и классическую схему компоновки. По сравнению с Т-64, корпус в целом не претерпел особых изменений. Он по-прежнему изготавливался из многослойной брони. Влитую, обтекаемой формой башню повышенной бронестойкости, установлена гладкоствольная пушка калибра 125 мм с выстрелами повышенного могущества. Огонь ведется с высокой скорострельностью – до 7-8 выстрелов в минуту, что обеспечивается установкой автомата заряжанием. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и позволяет вести прицельный огонь на высоких скоростях. По уровню боевых свойств танк Т-72 практически не отличался от танка Т-64. И можно даже сказать так, что на танке Т-64 несколько совершений была система управления огнем. В частности, на танке Т-64 в системе управления огнем имелся датчик крена, имелся баллистический вычислитель, что позволяло вести огонь с большей точностью. Характерной для Т-72 является установка бульдозерного отвала на нижнем лобовом листе. Это позволяет танку самостоятельно подготовить укрытие. А в сложенном положении отвал служит дополнительной броневой защитой. Мощный многотопливный двигатель в сочетании с уникальной ходовой частью обеспечил высокую мобильность и маневренность машины. По надежности и ремонтопригодности 72-й стал одним из лучших танков в мире. Танк Т-72 хорошо зарекомендовал себя. Состоял на вооружении многих военных округов в Советском Союзе. Значит, танк этот поставлялся в заграницу. Состоял на вооружении армии Ирака и принимал там участие в боевых действиях. В арабо-израильских войнах. На Уралвагонзаводе было организовано поточное производство этих танков. Они также выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии. С конвейеров сошло около 30 тысяч таких машин в 11 модификациях. В 1979 году на вооружении был принят танк Т-72А, на котором устанавливался уже лазерный. Информация танка Т-72 привела к созданию на его базе ракетно-пушечного танка Т-72Б, который был принят на вооружение в 1985 году. И кроме того, на этой уже машине была установлена динамическая защита. Отличие управляемого вооружения танка Т-72Б от управляемого вооружения танка Т-64Б состояло в том, что ракета управлялась уже по лазерным... Шасси танка Т-72 по характеристикам и надежности практически не имеют конкурентов. Поэтому на его базе создано более десятка специальных машин. Среди них мост-укладчики, самоходные минометы, артиллерийские и зенитные установки. В 1998 году, вооружении во Франции, танк Т-72 был признан самым лучшим и самым массовым танком второй половины 20 века. Для семейственных танков Т-72... ...всех узлов и механизмов на поле боя... ...отличная маневренность и подвижность вне зависимости от климатических и дорожных условий. Продолжателем славы Т-72-го стал Т-90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова